Знаете, как работает судьба? Она наставит всё более тяжёлые условия для того, чтобы мы задумались о том, что надо меняться. Цель судьбы не в том, чтобы мы были счастливы, понимаете, а в том, чтобы нас поменять. И чем тяжелее человек запутался в жизни, тем тяжелее условия у него. Допустим, некоторым надо в тюрьме сидеть 25 лет, чтобы поменяться, а некоторым достаточно на лекцию сходить. Это называется хорошая судьба уже, понимаете? Веда объясняет, что одни люди меняют с помощью знания, а другие — с помощью страданий. Но знание означает также одну вещь, что надо принять судьбу, принять эти страдания, не бежать от них, а принять. Вот женщине надо принять, например, что мужчине надо подчиниться в жизни. Почему она это принимает с помощью знания? Она знает, что в конце концов всё равно будет всё по-моему, потому что непреклонная сила в женском характере, в личных отношениях семейных находятся. Женщина абсолютно непобедима в них, абсолютно непобедима. Мужчина с ней ничего не может сделать вообще, хоть он и думает, что он управляет ей. Так устроена семейная жизнь, надо это понять, принцип. Это значит, что женщине надо дать мужчине его права, хотя бы внешне подчиняться ему, всё. И в этом заключается мудрость женская, мудрость.